Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. Окружающий мир прекрасен и необъятен, и человек только начинает познавать его многообразие. Многое из того, что не замечалось ранее, наблюдается теперь. Издревле возникал вопрос о связи между природными стихиями и солнечным затмением. Анализ траектории движения ураганов и солнечного затмения в 2017 году показал, что между этими явлениями может быть прямая связь. Так, эпицентр урагана Ирма, одного из сильнейших тропических циклонов Атлантики, прошел по траектории, совпадающей с траекторией солнечного затмения, так же, как и траектории эпицентров ураганов Хосе и Мария. Возникает вопрос, не перемещается ли большинство ураганов Атлантики по той же траектории, независимо от солнечного затмения. Однако линии движения циклонов, произошедших в период с 1851 по 2015 годы, довольно разнообразны. Так же, в ходе исследований, была выявлена связь солнечного затмения с таким природным явлением, как землетрясение. Именно после полного солнечного затмения в прошлом году увеличилось количество землетрясений в районе кальдеры Йеллоустоун, а также произошли сильные землетрясения у берегов Мексики. Замечено, что природные стихии активизируются примерно через 9-10 дней после солнечного затмения или сильных вспышек на Солнце. Возможно, временной интервал в 9-10 дней не случайен. Интересная закономерность показана в докладе ученых АЛЛАТРА НАУКА, в котором говорится о повышении излучения нейтрина и напряжения септонного поля в очаговых зонах планеты. Подробнее об этом читайте в докладе ученых АЛЛАТРА НАУКА о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем и докладе «Исконная физика АЛЛАТРА». В текущем выпуске мы увидим климатический обзор за неделю. Новые рождественские традиции из Великобритании. Как действия двух человек изменили жизни многих людей. 20 января. Аргентина. В городе Сайенс-Пенье выпало 240 мм осадков в течение 24 часов. В городе Кориентес сильные ливни вызвали затопление улиц и домов. Швейцария. Сильные снегопады второй раз в этом году отрезали от внешнего мира курорт Цермат. Австрия. Снегопады изолировали горнолыжный курорт Санкт-Антон-Ам-Арльберг. В течение дня на планете было зафиксировано 290 землетрясений. Из них 68 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,7. 21 января. Индонезия. В городе Тренгалек, провинции Восточная Ява, сошел крупный оползень. США. На город Уинсборо, штат Техас, обрушился торнадо. Были повреждены дома и нарушено электроснабжение. Вблизи города Декалп пронесся торнадо. Франция. В следствии проливных дождей уровень воды в реках Рейн и Сена продолжил повышаться. В Великобритании. На юго-западе Англии, в Уэльсе и Северной Ирландии проливные дожди вызвали затопление. В городе Барнстапл и поселке Комб-Мартин затоплены дома. Ирландия. Из-за ливней в городах Килкенни, Слайга, Лииш, Типперери, Дублин, Лимерик нарушено автотранспортное сообщение. Река Барроу, поднявшись на 2,3 метра, затопила прибрежные территории. Колумбия. В провинции Наринья между городом Паста и Тумака в результате сошедствия оползня пострадали 13 человек. В течение дня на планете было зафиксировано 268 землетрясений. Из них 53 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,3. Коллективное поведение значительно отличается от поведения отдельно взятых индивидов. Стая или популяции присуще свойства, которое на текущий момент принято называть единой волей, либо единым повелительным импульсом. Если наблюдать за стаей саранчи, можно увидеть, что они следуют по определенному маршруту, как единый организм. Стая безошибочно летит сквозь пустыни и пески туда, где есть еда. Можно было бы объяснить это инстинктом, наследственностью или генетической памятью, если бы не один фактор. Если из стаи забрать отдельную особь, она сразу же теряет направление, в котором летела до этого, и начинает метаться из стороны в сторону. В ходе многочисленных опытов было обнаружено, что отдельная особь не знает ни направления движения, ни цели передвижения стаи. Но если стая состоит из отдельных особей, откуда она может это знать? Как пишет французский исследователь Реми Шовен, в стае саранчи огромные тучи красноватого цвета опускаются и взлетают словно по команде. Плотная многотонная масса, которую невозможно остановить, бросается в воду, врезается в стены и переползает их, обтекая различные препятствия, но неудержимо продолжает двигаться в одном и том же направлении, позаданной кем-то команде. 22 января. Турция. Смерч пронёсся по посёлку Куздере. Греция. На острове Родос выпал град размером с перепелиное яйцо. США. В штате Оклахома пожары охватили 400 гектаров. Филиппины. Из-за пеплопада, вызванного извержением вулкана Майон в провинции Албай на острове Лусон, эвакуированы более 80 тысяч жителей. В регионах Восточные Висайи и Северный Минданао, а также в городе Давао, ливни вызвали сошествие 12 оползней. В городе Магарао и Нага, провинции Южный Камаринес, проливные дожди вызвали паводки. Всего от непогоды пострадали 17 тысяч жителей. Италия. Комуния Айес сошёл оползень. Япония. На город Токио обрушился сильнейший за последние 4 года снегопад. Обильные осадки нарушили автотранспортное и железнодорожное сообщения. В столичном аэропорту Ханеда отменили 300 авиарейсов. От непогоды пострадали 180 жителей. Новая Зеландия. В городе Окленд обильные осадки вызвали затопление улиц. В течение дня на планете было зафиксировано 322 землетрясения. Из них 30 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,3. 23 января. Индонезия. В провинции Бантен на острове Ява в результате землетрясения магнитудой 6 целых повреждены сотни зданий. Пострадало 8 человек. Проливные дожди привели к затоплению нескольких прибрежных населенных пунктов на острове Бали. В городе Кута уровень воды поднялся до 1 метра. Аргентина. Шквальный ветер обрушился на город Мардель Плато в провинции Буэнос-Айрес. Япония. В префектуре Гумма на острове Хансю началось извержение вулкана Сиране, которое также вызвало сход лавины недалеко от лыжного курорта Кусацу. Пострадали 16 человек. Франция. Сильные дожди вызвали подъем в реке Сена в городе Париж до более чем 5 метров, в результате чего были затоплены прибрежные районы. Музеи Арсе и Лувр перенесли произведения искусства с нижних этажей на верхние. Около 400 жителей остались без электричества. Украина. Из-за непогоды в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Черкасской областях продолжает оставаться без электричества 69 населенных пунктов. В течение дня на планете было зафиксировано 405 землетрясений. Из них 129 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 7,9 на глубине 25 километров в районе залива Аляска. Пример доброты и человечности. В Англии на юго-западе Лондона многим людям известен магазинчик Meat and Deep, которым владеет семья Патель. Известен он в первую очередь теплым гостеприимством своих хозяев, шаши и полу. А все началось 8 лет назад в канун Рождества, праздника, который пара предпочитала проводить в тесном семейном кругу. Под самый праздник их одинокую соседку Дороти ограбили. Пожилая женщина была напугана случившимся. Полу рассказала об этом покупателям и те, желая поддержать Дороти, начали приносить подарки для нее. Пара Патель пригласила соседку отпраздновать с ними Рождество и вручила принесенные покупателями подарки. Дороти, прослезившись, сказала, что это лучшее Рождество в ее жизни. Шаши и полу подумали, сколько вокруг них людей, которым не с кем отпраздновать этот светлый праздник. Мы решили, что это отличная идея, почему бы и нет. Мы можем устроить Рождество в своем магазине, говорят шаши и полу. Мы хотим внести свой вклад в этот день. Мы очень хотим подарить людям праздник. С тех пор каждое Рождество пара отмечает в магазинчике, приветливо встречая всех желающих, постоянных клиентов и незнакомых людей. Перед праздником в магазине можно встретить табличку с надписью «Если вы одиноки, заглядывайте к нам на дружеские объятия и пирожки с начинкой. Вам не обязательно что-то покупать. Мы семья». На самом деле, когда люди обретают духовный опыт, они понимают, что все едины, вне зависимости от цвета кожи, вне зависимости кто где живет. Это одно, это одно целое, это человечество. У каждого есть душа. Пока человек жив, у него есть шанс, у него есть возможность присоединиться к миру бескрайнему, к миру духовному и стать частью огромной семьи. И вот здесь важно понимать, что любое зло, которое человек множит от сознания, оно действительно встает между личностью и миром духовным и отдаляет от самых близких тебе людей. А как я уже сказал, самый близкий – это любой человек. Это особо чувствуют и понимают люди, которые достигают на практике восприятия мира духовного. Они понимают все это. 24 января. США. В городе Николсон, штата Пенсильвания, ледовые заторы вызвали наводнение. Великобритания. Шторм Джорджина обрушился на острова со скоростью до 37 метров в секунду. В южной части Шотландии возникли наводнения. Уровень воды в реке Нит в районе города Дамфриз превысил допустимую отметку более чем на 1 метр. В течение дня на планете было зафиксировано 370 землетрясений, из них 89 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,3. 25 января. Казахстан. Из-за аномальных морозов в стране пострадали 223 человека. Частично нарушено автотранспортное сообщение. В городе Астана зафиксировали температуру воздуха минус 54 градусов по Цельсию. Израиль. Снегопад и обильные дожди обрушились на страну. В течение 24 часов выпало до 50 миллиметров осадков. Аргентина. В департаменте Валье-Фертиль возник поводок. Бурунди. За последние 12 дней от проливных дождей пострадали более 12 тысяч человек в шести провинциях страны. Свои дома вынуждены были покинуть две тысячи человек. Китай. Во внутренней Монголии на севере страны температура воздуха опустилась до рекордных минус 50,2 градусов по Цельсию. На центральной и восточной части страны обрушились метели. В течение дня на планете было зафиксировано 387 землетрясений. Из них 86 магнитудой свыше четырех. Максимальная магнитуда составила 6,4. Любовь – это путешествие. Все путешественники, хотят они того или нет, подвержены изменениям. Все те, кто путешествует в любовь, не остается прежним. Джалаладдин Руми. 26 января. ЮАР. Жители города Кейптаун продолжают страдать от сильной засухи. Такого явления в регионе не было последние 100 лет. В городе введены ограничения по использованию воды – 50 литров на человека в день. Если ситуация не изменится, запасов воды водохранилища хватит еще на 4 месяца. В течение дня на планете было зафиксировано 351 землетрясение, из них 82 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,5. На протяжении недели в стадии извержения находилось 37 вулканов. В течение недели произошло 357 землетрясений в радиусе до 20 километров от действующих вулканов и на глубине не превышающей 20 километров. Наиболее активными были вулканы Клир Лейк, гора Маммот и Лонг Велли в Калифорнии. Также произошло 19 землетрясений в 30 километров от кальдера Йеллоустоун с максимальной магнитудой 2,2. Всего за неделю более 82 тысяч человек стали климатическими беженцами. В 2013 году в штате Калифорния, США, один из домов престарелых в усадьбе Уэст-Спрингс, обанкротился. Среди ушедшего персонала двое сотрудников, повар Моррис Роуленд и дворник Мигель Альварес не смогли уйти и оставить без присмотра и заботы 16 обитателей усадьбы. Они понимали, что без их помощи пожилые и одинокие люди не смогут выжить. Мигель и Моррис продолжили бескорыстно ухаживать за людьми. Они стали проводить с ними 24 часа в сутки, отлучаясь домой лишь для того, чтобы принять душ и переодеться. За короткий промежуток времени эти старики стали нашей семьей, хоть и не родной. «Если бы я ушел, это так и осталось бы на моей совести», говорит Моррис Роуленд. Их бескорыстная помощь не осталась незамеченной. Спустя пять дней пожарная служба и полиция взяли на себя заботу о пожилых людях. Также, благодаря этому примеру истинной человечности, в 2014 году был принят закон о помощи и уходе за пожилыми людьми, согласно которому жильцы домов престарелых начали получать страховку, чтобы подобные ситуации больше никогда не возникали. Важно всегда и везде оставаться человеком. Быть тем, кем ты должен быть. Чтобы засыпая, ты был спокоен, что твоя совесть чиста. Чтобы, умирая, было не стыдно за свои мысли и поступки. И чтобы, стоя даже перед Богом, как говорят христиане на суде Божьем, тебе было что сказать. Чтобы твоя корзина с добрыми делами была полна, а с худыми делами была пуста. Вот что значит быть человеком. И не просто внешне, но и, что важно, внутренне. Навести порядок в своей голове. Не мечтать о дурном, о глупом, о пустом. Думай больше о Боге. Думай о душе. Есть свободное время. Используй его с пользой для души. Молись, медитируй, занимайся духовным. Ибо жизнь слишком коротка. И дается она для того, чтобы человек доказал Богу, что он достоин звания человека.